Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Олеся Фатюнина, заведующая сектором отдела археологии Рязанского историка-архитектурного музея-заповедника. Здравствуйте! Археологическая экспедиция на Введенском роскопе завершена. Что вот там удалось найти? Да, действительно, мы завершили сезон археологических исследований на территории Рязанского Кремля на Введенском роскопе. Роскоп был заложен в 2016 году, и с того года мы ежегодно проводим археологические исследования. В этом сезоне мы изучали культурные напластования второй половины XV века. В этих слоях нам удалось обнаружить фрагменты старинной архитектуры. Мы смогли найти улицу, по обе стороны которой располагались усадьбы с хозяйственными постройками, жилыми постройками. И хотя третья уже у нас улица, найденная на территории Кремля, эта улица поражает своей сохранностью. Все бревна довольно-таки аккуратные, сохранились на достаточно протяженном участке. Длина улицы составляет более 17 метров. Прослеживается поворот улицы. И, конечно же, интересно изучать усадьбы, которые располагались около этой улицы. Мы обнаружили и остатки хозяйственных построек. Вот, например, в одном из хозяйственных сооружений мы нашли более 2000 скорлупок лесного ореха. Вероятно, какое-то хранение там было этих орешков. И нашли мы также жилые дома, смогли проследить, какие бытовые вещи принадлежали конкретной семье середины второй половины XV века. То есть это, получается, под внимание археологов попал фрагмент улицы и небольшие части домов, в которых эти находки удалось обнаружить? Да, верно. Да. Где-то дома вошли в роскоп полностью, какие-то конструкции вошли частично. Соответственно, мы изучаем только то, что входит в территорию нашего роскопа. А вот у вас небольшая такая коробочка здесь, как раз-таки то, что удалось найти? Да, здесь наиболее интересные показательные артефакты, которые удалось обнаружить в этом сезоне. А можете показать? Так, довольно интересной категорией находок являются кожные ножны. Это футляр, который использовался для хранения и переноса ножей. Дело в том, что эти необходимые мелкие вещицы подвешивались к поясу. И, соответственно, можно было носить, всегда держать их под рукой. Эти ножны достаточно крупные по размеру. Ну и есть у меня здесь, как образец, нож, которым пользовались в повседневной жизни наши горожане Переславля-Рязанского. Вот как раз железный ножик. И, что интересно, здесь сохранилась деревянная рукоять. Тоже довольно-таки редкая находка в том плане, что дерево очень хрупкий материал, не всегда его удается обнаружить. Но это столовый нож, то есть это не боевое оружие? Нет, это столовый нож, который был в любом хозяйстве, в любом доме. А как эти находки остаются в земле? То есть кто-то их выбрасывает? Вещи попадают в культурный слой по различным причинам. Какие-то вещи преднамеренно сокрывали, хотели сберечь, сохранить. Другие вещи могли потерять. Ну, а третьи вещи, конечно же, выбрасывали за ненадобностью. Что-то сломалось, в хозяйстве больше нельзя использовать. И, соответственно, такие вещи выбрасывали. Но здесь же стоит подчеркнуть, что в средневековье к вещам относились довольно-таки бережно. Даже если что-то оторвалось, то не спешили с этим расставаться. Предпочитали поставить заплату, зашить, еще как-то поиспользовать. И уж когда совсем вещь негодна, то уже после этого ее выбросить. Вот я смотрю, там еще какие-то находки. Что это? Тоже очень интересная находка. Вот, можно сказать, впервые на территории Рязанского Кремля найден железный ключик, который сохранился на кожаном ремешке, который, собственно, и позволял переносить этот предмет. Вещь уникальна тем, что чаще всего мы находим ключики, которые имеют обломанное ушко. То есть, ключики сломались и, вероятно, были потеряны. И вот как раз мы находим ремешки. Тоже фрагментарные, обрывочные. Ну, вот так, чтобы вещь была целиком и полностью представлена. Такая находка сделана впервые. Очень интересная, показательная, абсолютно целая. Но это ключ от какой-то двери, скорее всего. Да, какое-то помещение запиралось на ключ. Как сегодня мы закрываем свою частную собственность. В древности тоже это было. Ключики очень любили, закрывали всякие маленькие ларчики, сундучки. Ну, конечно, постройки тоже запирались на ключ. Мы находим и ключи, находим замки. Они менялись во времени. Тоже это все возможно проследить. И на основании таких находок можно датировать их. И, собственно, весь культурный слой, в котором они были обнаружены. А есть надежда найти ларчик, который отпирает ключ? Может быть, может быть. Конечно, деревянные находки мы тоже обнаруживаем, поскольку культурный слой у нас мокрый. Вот как раз там отсутствует воздух, и, соответственно, органические материалы очень хорошо сохраняются. Дерево, кость, кожа. Так что ассортимент находок из этих органических материалов, он разнообразен. Вот каждый год дарит нам какие-то новые категории находок. В прошлом году, например, мы нашли кожаные футляры для деревянных ложек. Тоже очень интересная категория находок. Впервые сделана была такая находка в прошлом году. А что еще скрывает таинственные люди? Вы задавали мне вопрос, боевой ли нож, хозяйственный ли нож. Вроде как он хозяйственный, боевые они были более крупными. Если говорить о ножах ремесленников, например, сапожников, то это был особо изогнутый нож, который позволял проводить раскроечную работу. Ну, а вот с этой категорией находок вопросов нет. Это хорошо всем известные, легко узнаваемые наконечники, стрел, выполненные из железа. Достаточно неплохо сохранились. Ну, и, конечно, интересной категорией находок являются детские игрушки. Они всегда привлекают внимание и как детей, так и, конечно, взрослых. Вот здесь очень любопытная находка. Выполнена она из глины. Это вот такая замечательная глава медведя, выполненная целиком из глины. Что примечательно, этот медведь имеет такое вот снаряжение. То есть, возможно, имеется отсылка к саморожьим развлечениям, когда вот известно, что русские люди любили развлекаться, медведей на привязи водили. Вот как такой элемент досуга средневековых горожан, развлечения скоморохов, вот эти вот потехи городские средневековые. Медведь действительно замечательный, очень такой четко проработанный, такая интересная находка. Еще одной детской игрушкой, также из материала глины, является фрагмент куклы. То есть, вот четко прослеживается антропоморфная фигурка, голова не сохранилась, но имеются руки согнутые в локтях. И вот такая одежда четко видна. В данном случае это вот что-то типа даже подпоясанной одежды. Видно, что цветом передана разница в этой одежде. Находка редкая. Вот антропоморфных фигурок встречается очень и очень мало. Так. Ну, конечно, большое количество находок невозможно принести в студию, невозможно их показать, потому что они достаточно крупные. В частности, в этом году мы обнаружили детали саней, крупные стойки, которые крепили сиденья на полозьях. Несколько таких находок сделано. Обнаруживаем мы и деревянные лопаты, обнаруживаем деревянные бочонки. Все это достаточно крупногабаритные предметы, которые нуждаются в особых условиях хранения, с тем, чтобы, возможно, было их сохранять как можно дольше. А это вот находки, получается, за текущую экспедицию? Да, это вот находки 2022 года. Маленькая часть. Всего порядка 500 индивидуальных находок за сезон. Это не считая массовых находок. Это десятки тысяч фрагментов керамики. Это тысячи обрезков кожи от раскроя кожных сапог. Это вот детали кожных сапог. Это так называемые массовые находки. Их очень много. Мы их обрабатываем. Если получается собрать из деталей целую вещь, то она становится индивидуальной находкой, хранящейся в фондах нашего музея-заповедника. А что теперь предстоит сделать с находками? То есть, да, экспедиция закончена. Что дальше? Каждая находка описывается, обрабатывается. Делается специальная опись музейных предметов, на основании которых есть возможность дать коллекцию фонда музея-заповедника. Если вещь нуждается в реставрационных работах, то мы обращаемся к специалистам, которые расчищают металл, которые сохраняют материал в том состоянии, в каком есть, не дают ему разрушаться дальше. После того, как вещи анализируются, датируются, описываются, включаются эти данные в научный отчет по результатам археологического сезона. И уже коллекция поступает в фонды музея-заповедника. Потом, при необходимости, вещи экспонируются посетителям на всевозможных выставках, либо же на стационарных экспозициях. Вы говорили, что работы на Веденском роскопе идут уже несколько лет. Почему такое внимание к этому месту? Ну, когда мы закладывали Веденский роскоп на территории Рязанского Кремля, это юго-западная часть Кремля, и как раз тот участок был достаточно слабо изученным в археологическом отношении. Было достаточно интересно посмотреть вот на эту периферийную часть города, сравнить с результатами археологических исследований на житном роскопе, который расположен также на территории Кремля. Копали мы там с 2004 по 2015 год. То было административной частью. Там проживало статусное население, там были очень показательные импортные вещи, весьма такие дорогостоящие. Что касается вот этой периферийной части, то нам удалось проследить остатки ремесленных мастерских. В частности, остатки мастерской Костореза, специалист, который работал с Костью, удалось обнаружить отходы из сапожной мастерской. То есть мы получаем более четкую картину тех мастеров, ремесленников, которые, как правило, селились вот вне основной центральной части города. И, конечно же, большим интересом является сравнение планировочной структуры нашего города в двух его различных частях. Как на жидном роскопе мы получили представление о направлении улицы с расположенными на ней усадьбами, так и на Веденском роскопе мы тоже смогли найти еще одну улицу. Накладывая эти наши археологические материалы на письменные свидетельства, мы можем узнавать и подтверждать, какое же было размещение в городе, как проходили улицы, как часто была перепланировка на конкретном участке. То есть научные цели были таковы. Еще одна цель работ именно в этом месте в том состоит, что есть проект музеификации участка около Лыбеди, и как раз там есть планы реконструкции башен и крепостных деревянных стен как линии защиты нашего города. И вот чтобы эти реконструкторские работы стали возможным, чтобы возможным было музеифицировать все те элементы деревянной архитектуры, которые мы обнаруживаем, как раз нужно изучить вот этот участок. Если обобщить всю информацию, которую удалось добыть за все время экспедиции, за все время работы, какая картина о прошлом предстает вот сейчас перед нами? На настоящий момент мы имеем более обширную картину жизни людей в прошлом. Дело в том, что мы знаем, как располагались их жилища, какие постройки находились на их усадьбе, как отграничивались усадьбы друг от друга. Например, вот в середине 15 века частенько хозяйственная часть отграничивалась от жилой плетнем. В более поздние времена это что-то типа дощатых заборов или же деревянных частоколов. То есть мы видим планировку, мы видим улицу, мы можем изучать комплексно содержимое конкретного дома, содержимое конкретной хозяйственной постройки. Мы обращаемся к представителям всевозможных естественно-научных дисциплин. Так археозоологи нам определяют вид животных по костям. То есть мы можем говорить, кого содержали в хозяйстве, кого разводили, в каком возрасте происходил забой скота, каким было по размеру это самое поголовье скота. То есть это дает нам представление и о рационе питания, и вот о таких моментах, связанных с хозяйственной деятельностью. Если говорить о такой стране жизни, например, как растительный рацион питания, то специалисты археоботаники определяют по зернам, по семенам те виды растений, которые культивировались, которые выращивались, специалисты могут говорить на основании изучения растений, спор, пыльцы, каков был климат в конкретный временной срез, на конкретном участке, который мы, собственно, изучаем. То есть картина о жизни в прошлом, она достаточно широка, она достаточно представительна, и многие вопросы, о которых мы еще не задумывались несколько лет тому назад, сегодня стоят перед нами, и мы вынуждены искать новые методики для того, чтобы обрабатывать получаемые материалы, чтобы выискивать вот эти мельчайшие нюансы, и на их основании, на основании такого аналитического изучения делать более широкие выводы. Говоря о картине человека, прошлого, каким перед нами предстает человек того времени? То есть, если Веденский раскоп, это, наверное, один из богатых регионов города, то какие там люди жили? Вещи немножечко попроще по сравнению с теми материалами, которые мы встречали на житном раскопе. Ну, вот нам, наверное, даже более интересно изучать вот эту ремесленную сторону жизни, функционирование города. То есть, мы прослеживаем не просто готовую обувь, видим, какая была мода, какой там был рост у средневекового человека. Нет, мы видим отходы сапожной мастерской, все то, с чем поработал мастер, и все то, что он выбросил. Так, например, нам удалось выявить достаточно интересные вещи. Например, на обрезках от раскроек кожаных сапог обнаружить удалось отпечатки человеческих зубов. То есть, мастера, когда выделывали кожу, когда работали с ней для того, чтобы размягчить, чтобы сделать ее более мягкой, чтобы придерживать кожаный лист при раскрое, использовали свои зубы. Вот сейчас мы работаем с специалистами, со стоматологами, которые могут подсказать нам, что там было вот по состоянию зубов у человека, который занимался работой с кожей. Да, вот прослеживаются всевозможные травмы, возможно, связанные с тем, что человек держал железные гвозди в зубах, держал какие-то железные инструменты, как стирается зуб от того, что он контактирует с кожей. То есть, вот действительно, современная наука, она более широка, более информативна, и мы вот как раз ищем новые методики по изучению вот этих вот каких-то мелких, неизвестных, ранее не прослеживаемых, ранее свидетельств людей прошлого. А какие планы на следующий год? Куда отправитесь? Что предстоит сделать? На следующий год также продолжаем работать на территории Веденского раскопа. Дело в том, что согласно методическим нормам проведения археологических работ необходимо следовать с определенных правил. Соответственно, работы ведутся очень неспешно, очень тщательно, с тем, чтобы успевать фиксировать, наблюдать культурный слой, делать чертежи, делать всевозможные описания культурного слоя. Соответственно, за сезон нам удается вскрыть где-то 20-30 сантиметров на нашей площади. Площадь сейчас составляет 364 квадратных метра. Ну, а по предварительным наблюдениям глубина на Веденском раскопе, мощность культурного слоя составит более 4 метров. То есть копать нам еще довольно-таки долго, поэтому в ближайшие годы мы будем располагаться здесь, на территории Веденского раскопа. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»